Доброе время, дорогие друзья! Меня зовут Виктор Медведев, я руководитель Центра подготовки КГ Репетиторской Империи. И сегодня мы с вами разберем, наверное, один из самых западающих вопросов по истории, который связан с ВОВ. Возьмем небольшой отрывок из нашего большого курса по ВОВ, где мы разобрали всю тему буквально за три занятия. Это конференции в рамках антигитлерской коалиции. То есть часто происходит путаница с тем, какая конференция была первой, какая потом, какие решения принимали с антонной конференции. Поэтому мы здесь должны разобраться, что важно знать для ЕГЭ, чтобы отвечать на все эти задания. Итак, основные конференции союзников, которые нужно знать, их всего было три. То есть такие крупные конференции. Это Тегеранская конференция, это Ялтинская конференция и это Потсдамская или Берлинская конференция. Не суть важна. То есть самая первая конференция у нас состоялась в 43-м году. То есть можно запомнить, что было три ключевых конференции и именно в 43-м году была первая. То есть мнемоническое правило. Три, три. Кроме того, у нас есть такой фильм, который посвящен этой конференции. Он так и называется Тегеран 43. Кроме того, важно знать действующих лиц, потому что иногда решения этих конференций, они оформляются в виде документов и попадаются в C1, C3 или в другом задании, которое связано с у нас. Но с историческими источниками. Так вот, первая конференция, Тегеранская конференция, 43-й год. В это время у нас происходит, например, битва на Курской дуге. У нас во всю идет коренной перелом. То есть уже прошла битва на Курской дуге летом и сейчас уже осень. Но все равно стоит очень важный вопрос, который здесь решается. Это открытие Второго фронта. То есть главный вопрос, который решается на Тегеранской конференции, это открытие Второго фронта в Европе. Для того, чтобы как-то оттянуть войска противника, немецкие войска, от Советского Союза, чтобы немножко разбить армию Германии на две стороны. То есть вопрос, открывать ли этот фронт, он рассматривался только на одной конференции. Тегеранская конференция 43-го года. Участниками с нашей стороны ее были Сталин, да, от Советского Союза, Винстон Черчилль и Рузвельт. Рузвельт от Соединенных Штатов Америки. Вот. То есть первый вопрос, это вопрос об открытии Второго фронта. И открыт он будет только в 44-м году. То есть когда мы уже освобождали территорию Европы, да, территорию Белоруссии по операции Багратион. В это время открывается Второй фронт. Откроется он у нас на севере Франции. В Нормандии, на севере Франции в Нормандии. Вот. И операция эта будет называться Оверлорд. Но решение об открытии Второго фронта, оно было принято именно здесь, на Тегеранской конференции. Второе, это совместные действия о фашистской Германии. То есть, конечно, уже было понятно, да, что коренной перелом произошел. Стратегическая инициатива на нашей стороне, да, поэтому здесь обсуждался вопрос о тех действиях, которые будут предприняты против Германии. Вот. Кроме того, был решен вопрос о послевоенных границах Польши. То есть, вот Польша, да, это государство, которое, наверное, сильнее всего, кроме СССР, пострадало в этой войне, потому что она подвергалась нашествиям как со стороны Советского Союза, так и со стороны Германии, да. Да, в начале, в сентябре именно с нее начинается у нас вообще Вторая мировая война. И вот здесь как раз-таки было принято решение, что Польша будет восстановлена в границах 1918 года. Вот. Кроме того, самое важное, что здесь было тоже сделано, это было принято решение, было принято решение о вступлении в войну против Японии, потому что с Японией в это время у нас был нейтралитет. И мы договорились о том, что по истечении военных действий в Европе, вот как здесь указано, мы объявим войну Японии. Поэтому вот если вдруг вас в той части, да, во второй части попросят написать интересное решение конференции, вы пишите, что это решен вопрос об открытии Второго фронта, решен вопрос о послевоенных границах Польши. И кроме того, кроме того, Сталин пообещал объявить войну Японии. То есть здесь мы пошли на определенный союз с Соединенными Штатами Америки, потому что они признали присоединение к нам при Балтике, да, это прежде всего Эстония, Латвия, Литвы, и мы сказали, что вот да, мы после окончания пойдем с вами вместе в войну против Японии. Да, Сталин, Черчилль и Рузвель. Вот. Вот он, Второй фронт, который открыт после этой конференции. В 1944 году никаких конференций у нас не было. То есть у нас конференция первая была в 1943 году, вторая будет в 1945 году, в феврале 1945 года. И она уже была Крымская или Ялтинская конференции. То есть здесь тоже перепутать в принципе невозможно. Да, это завершающий этап, завершающий этап этой войны. Крым только здесь уже был освобожден, да, в 1943 году Крым еще не был освобожден. Вот, поэтому, ну, никак в 1943 году первая конференция в Крыму не могла пройти. Прошла конференция, там те же самые участники, Сталин, Черчилль, Рузвельт. Прошла она в Ливадийском дворце, это спрашивало в задании карты. Вот, посмотрите, Ливадийский дворец. То есть в Крыму, когда уже значительная часть Европы освобождена, когда у нас проходит висло-одерская операция, да, по уже приближении к Берлину непосредственно, у нас состоялась конференция. Да, те же самые участники. Решения, которые здесь ключевые приняты, здесь уже не стоит вопрос об открытии второго фронта, да, почему, потому что он уже открыт, зачем мы будем это обсуждать. Здесь принято решение по плану разгрома Германии и по условиям ее капитуляции. То есть когда уже понятно, да, что дело близится к завершению войны, дело близится к завершению войны, вот, это вторая встреча произошла, где не столько решались какие-то военные вопросы, сколько вот уже условия капитуляции Германии, условия послевоенного сотрудничества, да, в частности было принято решение о том, что Германию разделят на определенную зону оккупации, что у нас проявится во времена Холодной войны. Кроме того, было принято решение о создании, да, и о созыве организации объединенных наций. Создалась она у нас только после окончания этой войны, организации определенных наций, вот, которая должна была, как раз, предотвратить в будущем подобные войны. Вот, и СССР подтверждает то решение, которое он принял на прошлой, напомню, Тегеранский Тегеран 43 конференции, он подтверждает решение, говорит, что через три месяца после капитуляции Германии, действительно, он вступит в войну с Японией. Так, собственно, оно и произошло. Поэтому, первое здесь, самое главное, вопросы, которые решаются о создании созыве ООН, о суде над нацистскими преступниками, согласование планов капитуляции Германии и раздел ее на зоне влияния, и опять же подтверждение согласия вступления с войной с Японией. Вот, то есть, не путаем. И последняя конференция, она вот вообще никогда, ни при какой логике не могла быть раньше, чем другие, это Берлинская или Потсдамская конференция. Берлинская или Потсдамская конференция. Ну, сами подумайте, да, Берлин, столица Германии, может ли у нас конференция в 40, там, не знаю, каком-то году проходить в Берлине, который еще не взят. Да, поэтому, конечно, первый был Тегеран, после этого была Крымская конференция и после этого Берлинская. Она проходила с июня по август 45-го года. Здесь измененный состав. То есть, если вы где-то видите, да, что Сталин, Этли и Трумэн, да, потому что Черчилль здесь потерпел поражение, его заменил Этли, а прошлый президент Соединенных Штатов, Рузвельт, здесь в апреле у нас умер, вот, и его заменил Гарри Трумэн, Гарри Трумэн, такой человек с яркой антисоветской позицией, да, что здесь было принято, какие здесь ключевые решения, какие здесь ключевые решения. Вот, то есть, первоначально еще здесь был Черчилль, вот если мы посмотрим, да, Черчилль, Сталин и вот уже Гарри Трумэн и Гарри Трумэн. Здесь обсуждался вопрос послевоенного устройства мира. И здесь так называемое правило 4D, да, правило 4D. То есть, здесь был вопрос уже все, война на территории Европы завершена, что мы сейчас конкретно делаем в Германии, конкретные шаги, да, то есть, там пока это обсуждение, здесь уже что-то более конкретное. Во-первых, это денацификация, то есть, мы очищаем ее от влияния нацизма. То есть, есть очень хороший фильм, да, который «Мальчик в полшатой пижаме», да, эксперимент «Два волна», где показано, как вот это вот проникновение, и вот от всего этого надо очистить против нацизма. Денацификация, демилитаризация, то есть, это, по сути, разоружение, потому что Германия характеризовалась наращиванием постоянного вооружения. Демократизация, потому что, ну, думаю, ни для кого не секрет, да, что при Гитлере у нас был тоталитарный режим. И демонополизация, потому что тоталитарный режим подразумевает плановую экономику, и необходимо было очистить от монополизма вот эту Германию. То есть, как бы, нужно было вернуть Германию в такую, перезагрузить, да, вернуть ее в первоначальное состояние, откатить немножечко назад, да, то есть, это, еще раз говорю, послевоенное устройство мира, подтвердили решение четырехсторонней оккупации Германии. И еще одно важное решение, которое здесь было принято, во-первых, решен вопрос о западных границах Польши, Польша восстановлена как государство, вот, и между Польшей и Советским Союзом была поделена территория Восточной Пруссии. Часть отошла нам, часть отошла нам с городом Кёнинсбергом, он же Калининград, да, часть отошла Польша. Поэтому, вот, передача нашей территориальной приобретения на Берлинской конференции, это Восточная Пруссия вместе с Калининградом. Думаю, что вы знаете, что у нас на карте вот эта вот часть России в Европе присутствует. Ну, кроме того, здесь решен вопрос о репарациях, да, о репарациях с Германией в пользу Советского Союза и о уничтожении германских монополий, да. То есть, еще раз говорю, 4D – очищение от нацистов, разоружение, демократизация и демонополизация. И если у вас какой-то документ, где, собственно, указан в качестве участников конференции Сталин, Эдли и Трумэн, то без сомнений пишите, что это была Потсдамская конференция. Это была Потсдамская конференция. Вот, надеюсь, что вы запомнили эти конференции, можете их еще раз посмотреть. Да, то есть, вот какая-то табличка, которая у нас гуляет по интернету, да, но по ней не так легко их запомнить. А когда вы четко понимаете, что первый Тегеран-43, потом только Ялтинская или Крымская, потому что Крым еще в этот момент не освобожден, а в 44-м году не было конференций. Да, здесь у нас главное – второй фронт. Здесь у нас самое главное – это подтверждение того, что мы вступаем в Японию, и согласование плана разгрома и капитуляции. Вот, и Потсдамская – это план 4D. План 4D, и самая главная – передача «Восточный плюс» из Кёнигсберга. Вот, если хотите получить такую теорию по всем темам, да, и полностью пройти либо Великую Отечественную войну, либо вообще весь курс истории, записывайтесь к нам, пишите, добавляйтесь в группу. Вот, да, если это видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok